2023 второй год полномасштабного российского вторжения в украину в этом году украина теряет два крупных города донбасса солидар и бахмут и после успехов предыдущего года по освобождению харьковской области херсона в 23 украинские власти заявляют о подготовке масштабного контрнаступления но его начало затягивается и концу года значительных подвижений так и не происходит не контролировано небо сбоку украины цель мало вплив на пивденную операцию двадцать третьего року до украины в этом году от стран запада так и не доехали истребители в 16 хотя украинские власти уверяли договоренности достигнуты необходимо время в двадцать третьем происходит масштабная катастрофа взрыв на каховской гэс в двадцать третьем украина продолжает отбивать российские атаки с неба украинские военные заявляют что ему удается сбить в российские сверхзвуковые ракеты кинжал в двадцать третьем украина продолжает возвращать военнопленных и похищенных оккупационными властями детей спорить про президентские выборы менять министров обороны застревать в пробках на польской границе избавляться от российских и советских памятников в двадцать третьем договаривается начать переговоры о вступлении украины в европейский союз какие события две тысячи двадцать третьего года считают важными военные политологи и экономисты а главное сами украинцы война самое главное расставание с миром вера в перемогу украины мабуть какие-то наши перемоги все было наиважливейшие все останется чепуха контратака напевно то что у меня батьковый майже не приезжает так скажем дуже тяжко связку майже не мая первые полгода украинцы и весь мир следят за судьбой одного из крупных городов донбасса бахмута в конце мая становится понятно город захвачен российскими войсками в совете нацбезопасности украины отчитываются в боях за город российская армия потеряла 23 тысячи солдат независимо проверить эту цифру невозможно сколько потеряли в ссу также неизвестно начало года это было очень длительное очень тяжелое и для нас но в целом я бы сказал по результату для нас удачная оборонная операция мы отвлекли тогда на бахмут все наиболее боеспособное что было тогда в русской армии и нанесли там такие потери что после этого на длительное время вопрос о русских наступлениях вообще отпал для россии считает евгений дикий результатом взятия бахмута такой ценой стал конфликт наемников чувака вагнер с министерством обороны июньский мятеж евгения пригожина а затем и его гибель среди пассажиров частного самолета который разбился в тверской области значится фамилия евгения пригожина украине же по мнению дикого длительная оборона бахмута позволила набрать и обучить новые силы для наступления сформированные бригады на западной технике пытались продвинуться на юге но заметных прорывов так и не произошло анонсированные на государственном уровне контрнаступления замедляют растянутые во времени поставки оружия и тот факт что российская армия успевает подготовиться к обороне расстановку сил на поле боя меняет и один большой взрыв в начале лета моторолка моя осталась и еще половина вещей водичка поднялась здорово весело дело дела давай домик прощай плацдарм на левом берегу днепра вообще-то сейчас уже ни для кого не секрет что это был наш план а никто вообще не собирался погружать линию а как раз основная идея была зайти этой линии а через русское командование разумеет это просчитала один этот взрыв каковской гэс он во многом поменял вообще ход все боевые действия в результате контрнаступления украине не удается освободить ни одного крупного города в ссу заходят лишь в несколько сел а к началу зимы украинские военные вовсе переходят в оборону по всей линии фронта еще одним событием изменившим ход действий на уже на экономическом фронте стала работа морского зернового коридора без участия россии в середине июля в кремле объявили что выходит из соглашения хотя пытались и дальше контролировать судоходство в черном море украина заручившись поддержкой турции других западных партнеров смогла обеспечить движение судов и своих южных портов та военная победа которой мало говорят но которая очень значительно это тот по россии вытолкали из черного моря фактически и она сейчас не может помешать работы украинских глубоководных морских портов большой одессы в результате это увеличивает потенциал экспорта значит будет поддерживать ряд экспортно ориентированных отраслей украинской экономики то что происходит с украинской экономикой на втором году большой войны экономист сергей фурса называет чудом по его словам стране замедляется инфляция выплачивается социалка и растут зарплаты это в принципе уникальная опять же ситуация когда в стране которая идет такого рода войну и растут зарплаты резервы украинского национального банка в этом году выросли 99 процентов это все благодаря западной помощи тоже помогло что украина после майдана сделала ряд реформ и в принципе проводила очень грамотную макрофинансовую политику вот это вот еще один процент фактически мы подошли к войне в хорошей экономической форме при этом стране обострились внутриполитические противостояния считает политолог владимир фисенко в украине обсуждались коррупционные скандалы в минобороны громкие журналистские расследования возможность проведения во время войны президентских выборов а еще разногласия между владимиром зеленским и главнокомандующим валериям заложным рабочим у меня стосунки заложен он мая и по поведать результата за результат на поле боя главком разум за штабом я багато там питаем дивиться циск лады питание наступ щось было чего-то не было щось дешло чего-то не выстачает а может и не буду его к сожалению к нам вернулась внутренняя политика на мой взгляд слишком рано и несвоевременно но такая тенденция проявилась психологически это было связано именно с усталостью от войны с появлением этого разочарования что не удалось достичь быстрой победы про так называемую усталость от войны в том числе на западе все чаще концу года пишут сми сша и европейского союза именно от системной и бесперебойной помощи этих стран как финансовый так и военной зависит каким будет для украины следующий 2024 год мы здесь не для того чтобы заниматься бизнесом речь идет не о сделке дело не в сделке борьба за сохранение поддержки от сша обострилась из-за грядущих президентских выборов в америке с европейскими соседями проявляются конфликты экономических интересов считает политолог владимир фисенко в условиях затягивания войны определенной стабилизации военной ситуации когда прямых рисков для украины нет не только у нас политики расслабились и начали какую-то внутреннюю конфликтную деятельность но и некоторые наши партнеры тоже посчитали вот украина уже сейчас не стоит перед угрозой потери своей независимости своей государственности поэтому мы можем вспомнить о наших экономических претензиях украины это проблема и вызов на будущее главный вызов на будущее и главное политическое событие года для украины по мнению политолога состоялась 15 декабря в брюсселе европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении украины в ес добрый вечер всем это исторический момент и он показывает авторитет европейского союза силу европейского союза решение принято мы открываем переговоры с украиной и с молдовой на пути в европейский союз у киева еще много работы сложных компромиссов и проблем но самый тяжелый из них на фронте еще один итог 23 года мы поняли что мы рано расслабились вот знаете есть такая штука армресс вот по итогам этого года мы сейчас вот где-то в таком положении знаете когда вот руки противников ну практически уравновешивают друг друга и оба напрягаются изо всех сил и еле-еле удерживают равновесие а потом в какой-то момент одна и другая ну вот я считаю что если мы сейчас очень напряжемся в частности проведем именно за зиму массовую мобилизацию у нас есть большие шансы что упадет не важно хотелось бы все ж таки чтобы мы позбавились від цей навалы назовемо все так ну главное что все живы здоровы это самое главное не можем вам сказать главное чтобы только было все доброе чтобы все быстрее закончилось чтобы наши хлопцы все были живы и чтобы все уже был мир нашей в украине